МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Александр. Я сбежал два года назад с армии, так как там было совсем уже невыносимо. Я шел, спал, ел по дороге буквально все, что попадется на деревьях, все, что растет, более или менее съедобное. Я просто знаю выживание, как выживать в тяжелых ситуациях. С водой беды не было, в каждом селе набирал воду в колодцы. Спрашивал приблизительно дорогу, как пройти до Кишинева, и мне уже там подсказывали. Я в военной форме, и сильно больно никуда не сунешься, потому что все будут задавать вопросы, потому что там в ближайших селах приграничных очень много преднестровцев, и как бы это все-таки настороже я был. Очень сильно боялся, шугался, не знал, как меня примут здесь, что будет. Абсолютно ничего не знал. Я первый раз был в Молдове, и вот первый окончательный раз я был в Молдове. В Приднестровской армии очень часто избивают, унижают, вымогают деньги. И это в порядке вещей, это во многих частях, не считая там, где заключенных держат. Только там полный устав. А везде в остальной армии, там царит хаос и беспорядок. Никто за этим фактически не смотрит, вообще никакого надзора. Каждого, кто приходит туда, сперва человека ломают, издеваются, для того, чтобы он приносил деньги. Суммы всегда разные. Суммы скачут 20 рублей и не ограничено. Там до 100, до 150 долларов приноси. Их не волнует. Где ты достанешь, как достанешь, абсолютно не волнует. Придешь без денег, тебя и забьют, обязательно. Фестель – это ты прикладываешь руку к щеке. Тебе бьют либо кулаком, либо с ноги. Удар поглощается мозгом. И очень сильно больно это, очень сильно больно. Но не остается ни синяков, ни побоев, ничего. Там очень много разновидностей. Могу показать. Упор лежа принять. Одну руку закладываешь за плечо. Ну, за спину. И тебе баканом, получается, бакан – это ботинок, бьет по груди с такой силой, что тебя просто перекидывают. Бакан весит полтора килограмма один. С учетом убойной силы веса, сила веса равна где-то около двух тонн удара. Это очень сильно больно. Могут просто грудину проломить. Вымогают деньги, это рядовой состав. Такие же, как и мы, только которые служили довольно много. Вымогают для офицеров. Офицеры их покрывают. У нас как-то пацан один пожаловался офицеру, так пацана окунули в парашу головой. Фактически человека опустили. Его сделали парашистом. Он постоянно драйвил параши. Это его было задание, обязанность и все. Он больше ни к чему не прикасался. Он ел с отдельной тарелки. Там все это, строго за этим следили. Вот меня прижгли. Здесь на руку монетку этот раскалил один дед. И поставил монетку этот на руку. И пока не остыло, он потом ее содрал. Вот, и остался ожог у меня вот на руке. Он уже сошел более или менее. Здесь вот у меня есть шрам. Это штык ножа. Типа игрался, 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 хлоп и ударил. Он был пьяный в дупель просто. Там приносишь алкоголь. Ему очень важно, вот ты едешь в село, значит привези бутылку водки. Это как минимум. Ты все равно едешь в увольнение с фляжкой. И фляжка обычно заполнялась водкой, либо спиртом. Там не важно что. Лишь бы там был алкоголь. Ребята там бухали жестко. Вот, над нами издевались. Пацана, чтобы он выучил этот присягу. Пацан сидел на каске. Каску ставят вот так вот, вверх. Он садится, он сидел и учил всю ночь. У него прям на попе, прям врезы остались такие вот от каски, вот как он сидел на этой каске. Это жесть, что там было. Там не считают вас за людей, пока вы не отслужите как минимум полгода. Но это нужно выдержать, вытерпеть. Это нереально. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. На Донбассе, как бы там Россия присутствует, вот. Но пришел к нам замполит. Он с нами разъяснительные беседы вел. И он говорит, вы не переживайте, война с Украиной не начнется. Первое наступит на нас в Молдову. Что? Молдова это враг. Там это втирают в головы людей. Еще, наверное, с самого рождения. Потому что по всем телеканалам ни одного молдавского телеканала нет. Там украинские телеканалы вот сейчас вот просто позапрещали. Вот. После того, как там власть сменилась. Получается, там идет полная-полная пропаганда. Там пропагандируют, что Молдова это враг. С Молдовой нельзя считаться. Если начнется война, значит, идти нужно до последнего. Что ты за свой дом воюешь. Если были бы молдавские телеканалы, даже желательно пару телеканалов на молдавском языке, пару на русском языке, это бы стабилизировало ситуацию. И приднестровцы, я думаю, сами бы захотели обратно вернуться в Молдову. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... которые не пройдут серьезно эти причины. И есть говорить об инфуенции политики, где, наверное, он пытается, наверное, не тратить ситуацию, но и прокурори, и полицейские, должны понимать что директорам, они должны быть защищены, в зависимости от ситуации. Это мы говорим о прокуроре, но и полицейские, в первую очередь, мы должны понимать, что мы не имеем в виду, что мы имеем в виду. Конечно, в Кишиневе ничего и никто не ждет. И не ждали. Дело в том, что в Молдове нет законов, который признавал бы наличие в Молдове внутренних вынужденных переселенцев. То есть Молдова отрицает наше существование. Отрицание это происходит по совершенно меркантильным соображениям, о чем мне не раз за открытым текстом и говорили на всех уровнях. Сводилось к тому, что у вас слишком много пострадавших от Приднестровского режима, и вас проще похоронить, чем вас помочь. Благодаря промолексу нас поселили в некое государственное учреждение, которое я не буду называть, дабы не подставлять его руководителей, потому что мы там пребываем незаконно. И руководители, я их тоже понимаю, стонут от нашего пребывания, говорят, вот завтра придет счетная палата, и что мы с вами будем делать. И, соответственно, нас оттуда выживают, как могут. Опять-таки, благодаря промолексу на улице нас не оставили. Тебе есть уфера, например, протекция, и уфера, и уфера, и уфера. Мы, в Молдове, не имеем кадры норматив которые приводят эти процедуры. Эти процедуры вызывают многие ситуации институты. Люди не знают что есть, по-моему, режимы, и депутаты, и гарантии, и депутаты. И это необходимо чтобы этот вопрос будет решена оттуда. Потому что, украинские случаи, пока начали конфликты в Луганск, Донецк, и даже ситуация с Крымэя, они не имеют как Республика Молдова норматив связанные с интернетом после этого они имеют очень большие люди которые должны решить проблему. И они уже по-моему, этот кадр не существует в многих странах. Они имеют в странах которые с проблемой оборудовы, оборудовы, войны, или оборудовы. В Редакт, в Молдове, у них были проблемы с прошлыми, если мы помним, в конфликтах в Молдове, в Молдове, которые были в Молдове, в Молдове, оборудовы, и мы используем инструменты в Молдове, что он такой-секой. Тебя будут кричать, что это, типа, дезертир, предатель. Меня, думаю, будут кричать, что я предатель, что я предал Родину. На самом деле, я не предавал Родину. Родина наша Молдова. Мы рождены были в Молдове. Мы Молдовы, мы часть Молдовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова